Привет, друзья! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о самых необычных животных, которые способны менять свой пол. Да-да, вы не ослышались. Животный мир настолько удивителен и разнообразен, что нам никогда бы и в голову не пришло, что такое может происходить. От рыб до моллюсков эти создания доказывают, что в мире животных все возможно. Кто-то из них притворяется, кто-то одну половину жизни живет как девочка, вторую как мальчик, а кто-то и вовсе является гермафродитом, то есть имеет и женские, и мужские половые органы. Готовы узнать, какие животные обладают такими удивительными способностями и зачем им это нужно? Тогда давайте начнем наше увлекательное путешествие в мир изменчивых животных. Каракатицы. Начнем мы, пожалуй, из самых хитрых животных, присутствующих в нашем видео. Каракатицы славятся своими чернилами, которыми долгое время писали люди, и умением в одно мгновение поменять окраску, маскируясь под окружающую среду. Но знали ли вы, что последним активно пользуются самцы в брачный период? В борьбе за самку эта способность становится козырем в рукаве. В процессе ухаживания особь мужского пола окрашивает половину тела в цвет самки, а другая половина остается прежней мужской. При этом к даме он поворачивается мужским боком, и избранница видит его настоящую натуру. В то же время потенциальные соперники кавалера видят только измененную сторону и думают, что перед ними лишь пара самок. Такая уловка значительно повышает шансы каждого самца на спаривание. Подвязочные змеи или садовые ужи. Близкие родственники знакомых нам обыкновенных ужей обитают на обширной территории от Канады до Мексики. Сразу после зимней спячки, когда наступает брачный сезон, самцы буквально нападают на самок. Да, эти животные не любят долгих прилюдий. Поскольку дам намного меньше, чем кавалеров, то на одну самку приходится, как правило, около 10 ужей. Они образуют вокруг женских особей тесные клубки, и некоторые самцы начинают имитировать запах самки. Но зачем они это делают? Раньше предполагалось, что это давало им преимущество перед другими мужскими особами. И лишь недавно ученые установили, что так хитрые лжесамки получают возможность быстро отогреться и прийти в себя после холодов. Ведь будучи вялым и медлительным, легко превратиться в чей-то ужин. Кстати, в разгар любовных игр на одном лугу могут совокупляться до тысячи змей. Жуткое зрелище. Пятнистые гиены. Эти удивительные животные внешне похожи на помесь собаки с волком. Они славятся своим коварным характером, а также способны менять пол. На самом деле гиена – это не хитрая псина, а агрессивная кошка, которая способна разорвать добычу, превосходящую ее в силе и размерах. В клане пятнистых гиен царит строгая иерархия, во главе которой всегда стоит самка. Да-да, эти существа живут по принципу жесткого матриархата. Главенствующие особи имеют настолько высокий уровень тестостерона, что их половые органы практически невозможно отличить от мужских. Сросшиеся половые губы напоминают мошонку, а клитор вырастает до размера пениса. Так и появились слухи об умении менять пол и даже о гомосексуальности пятнистых гиен. Но, как помогает самкам такое строение гениталий, ученые пока не могут ответить. Доподлинно только известно, что это затрудняет процесс родов и приводит к высокой смертности как малышей, так и матерей. Губаны-чистильщики. Это маленькие полосатые рыбешки, на которых буквально молятся крупные морские хищники. Ведь целыми днями губаны заняты тем, что очищают кожу акул, тунцов, мурен, макрелий от болезнетворных бактерий и микробов. Яркие рыбы с толстыми губами обитают на большом барьерном рифе у берегов Австралии. Чистильщики живут небольшими отрядами, куда входит один самец и несколько самок. Местные водные обитатели и гости из океана сами приплывают к ним на санобработку. Единственный мужчина в группе тщательно следит за работой подчиненных, наказывая ленивых. Неудивительно, что каждая самка мечтает занять его место, и у некоторых из них мечта становится реальностью. Ведь в случае гибели лидера, самая крупная особь женского пола превращается в самца и занимает его место. Вот так вот хитрым рыбам удается подсидеть босса. Морская туфелька. Эта разновидность морской улитки распространена в западной части Атлантического океана. Своё название она получила из-за дугообразной округлой раковины, которая по форме напоминает туфельку. Морские туфельки селятся колониями и ведут неподвижный образ жизни. Большое количество улиток образуют пирамиды на камнях или прямо на раковинах устриц. На вершине пирамиды всегда находятся самые молодые особи, и это всегда самцы. А в самом низу располагаются взрослые самки. Так в чём загвоздка? Дело в том, что все эти улитки рождаются самцами, которые со временем превращаются в самок. Следовательно, все особи, расположившиеся в середине пирамиды, как раз находятся в процессе смены пола. Так сказать, природа разложила морских туфелек по полочкам. Бородатые агамы. Пол большинства животных зависит от генов, а пол бородатые агамы ещё и от условий окружающей среды. Эти ящерицы из австралийских полупустынь пользуются не только генетическим способом определения пола, но и температурным. Давайте посмотрим, как это происходит. Мужские особи бородатых дракончиков имеют одинаковые половые хромосомы ZZ, а женские – две разных – ZW. Однако в дикой природе нередко встречаются самки, которые имеют набор хромосом ZZ, но при этом они являются очень плодовитыми. Учёные из австралийского университета Канберы выяснили, что заставляет самцов превращаться в самок. Если яйца агамы содержать при температуре 32 градусов Цельсия, то уже появятся первые транссексуалы, а при повышении до 36 пол меняют все ящерицы и на свет появляются только девочки. Вероятно, таким способом агамам удается поддерживать собственную численность, но эта гипотеза еще требует подтверждения. Эфиопская изменчивая тростнянка Этот вид лягушек обитает на африканском континенте. Вы можете их встретить во влажных лесах и долинах, а также вблизи сельскохозяйственных угодий, в садах, водохранилищах или на распаханных землях. Среди других лягушек эфиопская тростнянка выделяется способностью менять цвет кожи, поражая яркостью красок. Но кроме окраса, эта амфибия может поменять и пол. Так сказать, гулять так гулять. В отдельных случаях самки этого вида могут изменить свои половые органы на мужские. Трансформация происходит на физиологическом уровне за счет выработки химических веществ, которые воздействуют на гены, отвечающие за половую принадлежность особе. Но зачем тростнянкам это? Скорее всего, именно так они решают проблему нехватки самцов во время брачного сезона. Групер. Эта довольно распространенная морская рыба встречается везде, где есть коралловые рифы, в частности, в Средиземном и Красном море, а также в Индийском и Тихом океанах. Групер принадлежит к семейству окунеобразных, но от обычного окуня он кардинально отличается. Это агрессивный хищник, представители отдельных видов которого могут достигать длины около 2,5 метров и весить более 450 килограммов. Но главная особенность этой рыбы заключается в том, что она является гермафродитом. Да, некоторые виды демонстрируют удивительную изменчивость пола. Получается, что за жизнь групер может побывать и девочкой, и мальчиком. Как правило, сначала особь созревает как самка, а потом она чудесным образом превращается в самца. Поэтому все крупные особи – самцы. Так что на отсутствие разнообразия в жизни груперам грех жаловаться. Улитки Улитки – довольно забавные брюхоногие моллюски, которых многие себе заводят в качестве домашних питомцев. Но знали ли вы, что большинство этих существ являются гермафродитами? Да, такие себе универсальные солдаты. Они могут размножаться сами по себе без участия второго партнера, но в очень редких случаях. Зачастую улитки находят себе вторую половинку, сливаются в любовном танце и затем приступают непосредственно к половому акту. Моллюски плотно прижимаются друг к другу подошвами и начинают обмениваться сперматофорами. После таких брачных игр обе особи остаются довольными и оплодотворенными. Более того, одного акта совокупления хватает на несколько успешных кладок, поэтому животным еще долго не придется искать себе партнера. При благоприятных условиях улитка может ежемесячно на протяжении одного-двух лет откладывать яйца. Рыба-попугай Эти водные существа получили свое название благодаря яркому окрасу и особой форме челюсти, которая напоминает клюв попугая. Они встречаются в морских, прибрежных, тропических и субтропических водах Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Рыбы-попугаи живут небольшими стаями, состоящими из одного самца и нескольких самок. Еще они отличаются последовательной формой гермафродитизма, протагонией. Сейчас объясню. Многие молодые особи, недавно вылупившиеся из икринок, являются самками. Это так называемая начальная стадия, во время которой они один или несколько раз откладывают икру. Затем некоторые дамы превращаются в кавалеров и снова принимают участие в размножении. В зрелом возрасте очень сложно отличить рожденных самцов от таких транссексуалов. Кроме того, бывают случаи, когда главенствующий самец погибает, а самая старая самка в группе меняет пол и занимает его место. Зеркальная ситуация происходит у рыб-клоунов, о которых вы можете больше узнать, перейдя по ссылке. Дождевой червь. Это беспозвоночное существо, с которым мы знакомы еще со школьных времен, завершает наш ТОП-11. Дождевые черви являются гермафродитами. Для них характерно половое размножение с перекрестным оплодотворением. Другими словами, пара червей оплодотворяет друг друга и каждая особь производит потомство. Нашли способ повысить рождаемость в два раза. Но оплодотворить самого себя дождевой червь не может, ведь строение его половой системы не позволяет этого сделать. Интересно, что при спаривании обе особи ведут себя как самцы, обмениваясь семенной жидкостью, плотно прижавшись друг к другу брюшными сторонами. Размножение происходит через слизистый кокон, который занимает несколько передних сегментов тела. Внутри него происходит оплодотворение и развитие яиц. В природе много удивительного, поэтому смотрите наши видео и открывайте вместе с нами новые страницы неизведанного. А пока напишите в комментариях, знали ли вы, что животные могут менять пол? Или это стало для вас открытием? Делитесь с нами своим мнением, нам важно его услышать.